Молимся. И спаси благой души наши. Тебе же славу высылаем, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. На прошлом занятии мы говорили о языке, как мало этот член в нашем теле, однако сколько много он может сделать, как и пользы, так и вреда. Повторю последний перекопчик. Иакова 3 глава 9 по 12 стих. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода, не может, братья мои, сокровищница, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Это мы разобрали и дальше апостол Иаков продолжает в своем послании вот такую речь. Мудр ли, разумен ли, разумен кто из вас? 3 глава 13-16 стих. Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там не устройство и все худое. Толкование. Люди, любящие начальствовать и хвалящиеся мудростью мира сего, проповедовали наперекор православным учителям, завидуя им и примешивая человеческое к божественному, чтобы привлечь к себе слушателей новизной учения, отчего и ереси произошли. Посему, окончив слово об опрометчивости и необузданности языка, апостол обращает речь на зависть, которая рождается в людях от подобной же безрассудности и говорит, что такие учения не свойственны истинным учителям, потому что истекают не от божественной мудрости, но от бесовской. Сказал же он это, предварительно похвалив доброго учителя. А так как ревность может иметь приложение и к доброму, и к худому, ибо ревность есть пламенное стремление души к чему-нибудь с некоторым уподоблением тому, к чему есть рвение, то апостол прибавил горькую, чтобы показать, о какой ревности говорит он. Сварлива же есть неодобрительная страсть к спорам. Называется так и оговор со злоречием. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Эта заметка блаженного фифилакта сегодня более всего касается православных священников и архиереев и всех православных. То есть да, вот иной раз слушаешь в интернете проповеди, и вот даже вот православные учителя, они проповедуют наперекор православным учителям, тем тогдашним. Наперекор златоусту, наперекор блаженному фифилакту. Вот, если те философы, так скажем, язычники, они завидовали апостолам и учителям церковным, и из зависти прибавляли что-то там, что-то человеческое мудрование, то вот апостол на это обращает внимание. То есть если в человеке зависть, и он завидуя апостолам хочет как-то выше их, то это не от Бога. Христа предали из зависти, это Пилат понимал. Народ шел за Христом, слушали его речи, а книжники и фарисеи завидовали и всячески старались народ отвести от истины, вести за собой, помните, ты Павлов, ты Кифов. То есть даже среди учеников начались разделения. Кто апостол Павел примеряет, примеряет их, да зачем вы именами учителей называетесь? Ну и все Христовы. Един Учитель Христос. А кто родил вас во Христе Иисусе благовествованием, ну, особой роли не играет. Ведь они же все учителя истины, они ведут ко Христу. А эти, которые завидовали, они куда ведут? Они ведут за собою. Вот и вся разница. За собою. Вот. И дальше апостол Иаков, он в 17-18 стихе, теперь вот он говорит, вот эта вот мудрость, бесовская он ее описывает, то есть это вот сварливость, она не устройство, все худое, она такое вот, на сердце неспокойно. А какая же истинная мудрость? И вот он говорит в 17-18 стихе, «Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицимерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир». Толкование чисто, то есть беспорочно, не привязано ни к чему плотскому, беспристрастно, то есть не наблюдает разбора в пище и различных омовений. Так, ну, вопросы, если есть, по прочитанному? Нет, все понятно, да? Глава четвертая, первый стих. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» Толкование. Апостол показывает, что хотя упомянутые люди присваивают себе звания учителей, однако они совершенно плотские. Они делают много весьма противного, изобретают себе удовольствие. Одни ищут пышного стола, что осуждает и Павел, говоря, что такие люди служат не Господу, а своему чреву. Римлянам 16-18. Другие желают приобрести поместья, иные богатые дома, иное еще иного, что внушает им лукавые, старающиеся лишить их спасения. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина на слова Феофилакта присваивают себе звания учителей. То есть это языческие, вот эти вот тоже чему-то там... Учений много на земле, философские учения различные, и нужно уметь отличать истинное учение от ложного. Игнатий Лапкин. На это заметка святеля непременно заденет тех, кто не ставит Библию на первое место и не живет по ней. А таковых более всего и есть в православии. Даже после окончания семинарии и академии в диспуте с не очень опытным сектантом в течение одного часа они проигрывают по всем позициям, чтобы кого-то учить и притом по Слову Божию. Нужно знать Библию, какое место каким растолковывается и не бояться рассматривать свою веру самокритично. Да, а вот большинство сектантов боятся. Боятся. Сколько раз Игнать Тихонович предлагал им садиться за круглый стол и в самый последний момент они отказывались, боялись. Я тоже пытался устраивать дебаты и они в последний момент отказывались, как только узнавали, что... Ну вот эти вот учителя плотские, а дела плоти и известны, и среди дел плоти причисляется ересь. Вот у Иритика у сектанта спросятся, что такое ересь, а он тебе не назовет. Глаз замыленный. Мы спасенные, мы уверовали, и все у него. Больше ничего и не надо. Смысл Библии искажается у них, толкование свое. Это Ахилиазме тоже взять, тысячелетнем царстве. Что оно когда-то на земле будет, это тысячелетнее царство. Не будет. Царство Небесное внутрь вас есть. Оно уже наступило. Сейчас в сердце вашем Царь Христос. Отче наш. То есть Он на нам Отец, и Он нам Господь, и Господин мы Его рабы. То есть Он наш Царь. Еще мы называем Его Царь Царей. И Духа Святого мы сегодня утром молитву Царь Небесный. То есть Он Царь. Царь, а значит Царство Его наступило. Мы всякий раз молимся, приди и вселись в нас. Так что Он не вселился в нас? Так вселился, но Давид еще в Ветхом Завете совершил два смертных греха прелюбодеяния и убийства мужа своей друга, своего мужа своей новой жены. Послал на войну, убил, можно сказать, своими руками. И однако же Он молится Духа Святого не отними от Меня. Вот и молитва Царь Небесный это вот она примерно такая же «Приди и вселись в нас». То есть мы можем своими грехами Его угощать или даже отгонять. Вот мы его получаем в крещении как правило. Второй стих Дальше Он им пишет вот Кому Он пишет? Откуда у вас? То есть Он пишет христианам. Или Он обращается здесь к этим лжеучителям сейчас выясним. Дальше Он пишет пишет «Желаете и не имеете убиваете и завидуете и не можете достигнуть припираетесь и враждуете и не имеете потому что не просите». Толкование «Здесь убеждаю через положение и отрицание. Впрочем, положение умолчено как неприличное. Приличие неприличие в том, что подразумеваемое в положении составляет рожжение похоти. Ибо похоть оканчивается исполнением чувственного удовольствия. Убийство и зависть препирательство и вражда недобрые дела. Почему и не достигают того, к чему стремятся. Нужно, впрочем, знать, что здесь говорится не о плоском убийстве и вражде, хотя это тяжело слышать даже о разбойниках, тем более о верующих, хотя некоторых и приходящих Господу. А мне кажется, что убийцами называют тех, которые убивают свои души такими предприятиями, за которые у них и возникает вражда против благочестия. Так и далее, стих 4 назвал прелюбодеями и прелюбодейцами не тех, конечно, которые таковы на самом деле, но тех, которые грешат против божественных заповедей, примешивая к ним свои вымыслы, ибо никто не стал бы терпеть учителя-блудника, хотя бы сам был грязнее свиньи. Так и о убийствах и войнах говорили не о телесных, но о душевных. Как-то громко вы, Валентина, заходите. Вот такое вот толкование. То на первый взгляд, как бы, даже Уотаром берет, как бы, апостол Павел, ой, апостол Иаков пишет письмо христианам и говорит, желаете, не имеете, убиваете и завидуете. А какой же ты христиан, если ты убийца? И вот Блаженный Филак нам растолковывает, что же за убийцы такие? Это вот которые пошли за этими лжеучителями и рано или поздно они начинают верить о лжи, а раз верят о лжи, то они потом после этого начинают лгать на истину. Понимаете? То есть они ложь принимают за истину, это ложные учения. Все сектанты они верят в то, что они в истине. И начинают лгать на истину, то есть они клевещут на истинную православное толкование, на церковь православную, называя нас то идолопоклонниками, то еще как-то в плане иконопочитания, то что мы почитаем иконин, они это называют идолопоклонством. Хотя еще раз повторюсь, отчасти они бывают и правы в том плане, когда православный заменяет святого и молится ему вместо Христа. Это самое, что ни на есть, идолопоклонство есть, хотя он и угодник Божий. Вспомним про змея медного, когда жалили людей там. И кто посмотрит на этого медного змея, исцелялся. Нехуштан такой был. Потом, когда уже стали поклоняться ему как идолу, Богу это стало неугодно. Так же и с иконами. Если это угодник Божий, вы просите и молитесь ему, греха нет, но если при этом Христос вообще во внимание не ставится. Ткачев это подметил. Такие очереди к поясу Матронушки километровые. А причастие Христово тела и крови что может быть еще святее? В воскресный день 10-15 человек к храме. А в субботу никто не ходит. Также и вот здесь эти вот говорим он о языке и о ложных учителях, которые этот язык используют не так, как нужно. Завидуют истинным учителям, начинают примешивать свое плоское человеческое. Для чего? Ну, чтобы как-то завлечь учеников всякие там сейчас не могу ни что там пример какой-то привести смысл понятия. Четвертый стих просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Толкование. Так было с фарисеем, упоминаемым в Евангелии. Евангелие от Луки 18 глава с 10 по 4 стих. Чем более перечислял он добродетели свои, тем более заграждал божественный слух и высокопарная речь была праздная в устах его и обратилась в пену как бушующая волна. Давайте вспомним что он себе этот фарисей причислял. Пощусь два раза в неделю это непонятно вот это платит десятину да хорошо что я самый первый не такой как этот мытарь то есть вот он не ворует не убивает ну давайте откроем другой мытарь. Фарисей, став молиться сам в себе так, Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи или как этот мытарь, пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Вот он не грабил, не обижал, жене не изменял, вел просто жизнь благочестивую, но вся его вот эта молитва превратилась в пену, из-за чего, что он вот выше себя поставил. А здесь тоже просите, не получайте, просите не на добро. Нам отец Иоаким, батюшка, рассказывал в каком-то храме, там книга была, и там в Матронушке, и там просьбы писали. И вот он почитал люди, которые приходили, молились, записывали свои просьбы, надеясь на то, что она молитвами своими поможет. И просьбы все плотские, 99%, одну он какую-то духовную нашел. Поэтому и вот, говорит, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а для чего, а чтобы употребить для ваших вожделений. Ну что, то и менее надо побогаче, то машину подороже, то стол по-роскошней, и просит этого молитвы, Господи. не на добро. Если уж и просить о материальном, то, Господи, пошли мне работы, дабы было еще уделять нуждающимся. Тогда Господь может быть обильным и благословит, если ты еще и уделяешь нуждающимся этим. Чем более перечислял он добродетели свои, то есть это фарисеи, тем более загрожал божественный слух. И высокопарная речь была праздной, в густах его обратилась в пену, как бушующая волна. Но скажет иной, если истинное обещание Господа Иисуса, этого неложного Учителя, всякий прощащий получает, Матфея 7.8, то как же говорит это теперь настоящий апостол? Христос говорит, чего вы не попросите, во имя мое дам вам. Вроде как бы противоречие, а здесь апостол Аков говорит, просите, не получаете. Христос обещал, а сам не дает. Так что, он обманщик, что ли? Давайте вот ответ. Для того, кто приступает к молитве должным путем, упомянутое обещание истина, он не обманется ни в чем просимом. А кто, удалившись от цели преданной молитве, будет по видимости просить, но просить не так, как должно, тот на самом деле и не просит, а потому и не получит. Представь, например, что учитель грамматики обещает научить грамматическому знанию всякого приходящего к нему. А пожелавший учиться будет приходить не так, как должно и не будет напрягать себя к усвоению преподаваемого, почему окажется на деле несоответствие с обещанным. Уже ли справедливо кто-нибудь припишет ложь в этом случае самому учителю? Таковой поступит неразумно, ибо желавший учиться приходит не так, как требовал учитель. «Как же и чего нужно просить?» «Как же и чего нужно просить?» скажет Ной. «Выслушай самого того, кто дал высшее упомянутое обещание. Ищите же прежде царствие Божие и правды Его». Ну а далее говорится, и все сие приложится к вам. А что сие? Там об одежде да от пищи говорится. Ну крыша еще над головой. То есть никакие там ни особняки, ни лимузины, ничего Бог не обещал. «Ищите прежде царствие Божие и правды Его». «Очевидно, кто просит так, и преимущественно этого, тот не обманется, и впрочем, получение чего не отторнет Его от спасения». То есть если это полезно тебе, там богатство какое-то, то Бог даст. А если не полезно для царствия Божия и правды Его, то есть то и не даст. «А кто просит вредного и пагубного, тому не станет подавать тот, от кого всякое даяние доброе». Иакова 1.17. «Даже и тот, кто просит знания божественного или другого какого-нибудь дара духовного, но просит для своих вожделений, не получит, потому что просит худо и на погибель себе, а Бог не подает худо». Казалось бы, божественный дар просит, а просит, опять же, для своих вожделений вот это вот выделить надо. Чем отличается? Для своих, не для пользы ближнего. Дары духовные, они всегда приносят в первую очередь пользу ближнему. Дар вспоможения, дар исцеления. Ты имеешь дар исцеления? Так скажем, ближних исцеляешь. Ну и здесь нужно упомянуть Симона. Тоже он просил, дайте мне дары этого Духа Святого, я тоже буду исцелять. Казалось бы, пускай, а нет. А почему? А просил, предлагал деньги. Исцелять, видать, хотел за деньги. А это уже свои вожделения. Деньги тратить на что? Ну, на что-то, может быть, не потребно. И апостолы ему сразу восприняли его просьбу штыки. Ну, потом он вроде как покаялся в том, что просил, деньги предлагал за это. И далее апостол Павел обращается в этом послании. Прелюбодеи, 4 глава, 4 стих. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Толкование. Вышел апостол, лишь слегка обличил некоторых ложных мудрецов. Искажающих Божественное Писание. И по своей воле в превратном виде употребляющих хоны, чтобы иметь повод к своей сладострастной жизни. А это есть не другое какое-нибудь зло, но вид гордости. Теперь же он выступает против них строже. И как бы вопреки своей кротости употребляет слова укоризненным, называя таких людей прелюбодеями и прелюбодейцами. И делает почти такие обличения. Скажи-ка мне, легкомысленный, ты хочешь выдавать себя за мудреца? Но откуда в вашей жизни распори и постоянная вражда? Отчего всегдашняя привязанность к настоящему? Отчего беспрерывное стремление к удовольствиям настоящей жизни? Это свойственно не мудрецам, но людям простым и склонным к дружбе с миром, что и показывает, что вы прелюбодеи. Ибо вы, сокрытая внутри божественной и целомудренной красоте, предпочитаете красоту обыкновенную, постыдную и скверную, и стремлением к настоящему воздумаете вражду против Бога. Неужели не знаете, что дружба с миром есть вражда против Бога, удаляющая от любви Божией и показывающая нас врагами Его? Мира называют здесь всю вещественную жизнь, как матери тления, приобщающейся которой немедленно становится врагом Бога. Ибо при рвении к бесполезному он небрежно и признительно относится к предметам Божественным. Каковы отношения мы допускаем к людям ненавистным и враждебным для нас? Так как есть два предмета, которыми занимаются люди, Бог и мир, и к каждому из этих двух предметов обращаются с любовью или ненавистью, то, коль скоро мы сильно привяжемся к одному, очевидно явимся не родящими, а другом. Ибо внимание производит любовь, а не брежение ненависть. Итак, кто прилепится к предметам Божественным, тот и называется другом Божиим, «А кто вознеродел о Боге и возлюбил мир, тот в числе врагов Божиих». Так как все это происходит от надмения и гордости ложных мудрецов, то апостол употребляет еще другое обличение, желая таких людей отрезвить от опьянения и возбудить от усыпления. Небольшой комментарий Игнатия Ихановича Лапкина. До слова Феофилакта, выскажающих Божественное Писание, называя таких людей предлюбодеями и предлюбодеицами. «Чего бы ни коснулся в современной жизни православия, начиная от порога и до алтаря, почти ничего нельзя доказать на основании Слова Божия. Почти все это – плод праздного ума и позднейшей выдумки». Ну вот. Кого должно более слушать – Бога или Человеков? Всегда задавайтесь такой вопрос. Если Батюшка говорит что-то вопреки Слову Божьей, кого должно более слушать – Бога или Человеков? Конечно, Бога. Батюшка заблуждается. Может быть, сам того не ведая, может быть, из зависти и корысти, чтобы учеников как-то привлечь за собою. Вопросы по выше прочитанному можно в чат задавать. «А где написано, что Он покаялся, если исполнился желчью?» «Это имеешь в виду фарисея, который в Митаре?» «А, Симона?» «Не совсем…» «Симон, да…» «Сейчас…» «Они же потом помолились о нем…» «Симон» «Симон же увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, и говоря, дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет в погибель с тобой, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет в тебе семь частей жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом. «Итак, покайся в грехе твоем и молись Богу, может быть, опустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды». «Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Вот это вот 24 стих я расцениваю как начало покаяния. До этого у него была желчь, если бы желчь у него осталась, он бы сказал бы, ну не ходить ей не надо без вас. Вот. Поэтому вот 24 стих я расцениваю как... Я не сказал, что он покаялся, я сказал, что он как бы покаялся. Беря во внимание, Наталья, вот этот стих. Ты спросила, где написано, а я тебе отвечаю. 24 стих, 8 глава книга Деяний. «Дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Испугался, просит помолиться. Покаялся или не покаялся, не знаю. Он и Иуда тоже у него было. «Предал я кровь невинную». То есть, начало покаяния у него было осознание своего греха. Но истинного покаяния не было. Начало было. И вот я и не сказал, что он покаялся. Я сказал, как бы покаялся. То есть, как бы начал каяться благодаря вот этому стиху. Уж покаялся или нет, ну не знаю. Даму Богу известно. Дальше не написано. А чего нет в Библии, о том мы не рассуждаем. Правильное замечание. Благодарю. Справедливое. Не знаю, покаялся или нет. Поэтому я и сказал, как бы. Он не молился. Апостолы молились. Он же просил помолиться. Просил. Так почему он просил помолиться? Когда человек согрешает, да? И он не хочет истинно покаяться. Он говорит, просит там святых или кого-то. Ну, помолитесь вы за меня. То есть, сам-то он не молится, а просит апостола. Он надеялся, что помолившись апостолу, он покаяться. Но я такого толкования не встречала, поэтому и спросила. Ну, в этом смысле, да, часто мы слышим, что человек грешит. Ну, вы помолитесь за меня. У меня родственники такие, мама моя, просят, скажи Сергею, пусть он за нас помолится. А она его говорит, а сами-то чего не молитесь? Ну, как-то что-то вот. Хотим дальше жить во грехах. Поэтому мы знаем, что Бог грешников не слушает. Бог-то совесть-то подсказывает. Ну, а хочется все равно что-то там, чтобы все было хорошо. Поэтому... Он же захотел за деньги Духа Святого купить. Власть Духа Святого. Это что у нас священники? Вот скажи, чтобы они покаялись в грехе Симонии. Да где они покаялись? Они будут просить всех. Помолитесь вы за меня, но я буду дальше торговать и продавать. Благодатью. Но исключения-то бывают? Все священники замешаны в грехе Симонии? Или один на миллион найдется все раскаившиеся? Как думаешь? Ну, если смотреть на притча «Христос и Самария Нинь», то там показано, что совсем не так. Священник прошел мимо, да? Нет, но многие из священников покорились вере. А что значит покорились вере? Все-таки приняли учение Христову? Симон сказал не потому, что он покаялся и обратился, но ради одного только приличия. Потому что иначе где рыдание, где раскаяние и исповедание грехов? Правильное замечание. Ибо вижу тебя исполненного горькой желчи в узах неправды. Слова полные гнева, но Петр не наказывает его, чтобы потом вера его не показалась вынужденной силой необходимости и страха. И это дело не показалось жестоким. Фифилак так это толкует. А я толкую, есть же там семитолковые места на одно и то же место. Он говорит не покаялся. Откуда мы знаем, что не покаялся? Увидел его, ну ради приличия помолитесь за меня. Ну так растолковал. Может быть и так. А с чего? Если бы он покаялся, то Господь бы не исполнил его желчи. Он бы исцелил его. Да желчи-то раньше была. После желчи покаялся. Сначала желчи, потом человек каялся и желчи уходит. Он увидел желчи-то где? Он увидел раньше, чем потом. Сердце его исполнено желчи. Если бы он покаялся, то сердце его было бы очищено. Когда человек каялся, то сердце ощущается. Вот он говорит и так покайся в грехе твоем. Покайся потом. Он же потом мог покаяться или не мог? Или он похулил Духа Святого? Если похулил Духа Святого, то значит нет тебе не о том, чтобы молиться. То есть уже смертный грех. Но здесь апостол молится за него. А раз он молится, значит думает, что Бог простит его. Или он тоже из-за приличия молится что ли? Ну и тот из-за приличия просит прощения, а тот из-за приличия, Ну хорошо, Бога попрошу, чтобы он простил тебя. Два таких приличных человека, и оба такие лгут. Одни лжут, не могут оба апостолы тоже лгать. Раз он за него молится. Симон же сказал вот этот, помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами. Молился он за него или не молился дальше? Написано или не написано? Да, он ему говорит и молись Богу. То есть он предлагает ему молись Богу. А тот в ответ ему как бы говорит, да, вы за меня молитесь. А сам не молится. Там написано, может быть, не покаяться, да? Вот, может быть, отпустится тебе умысел сердца твоего. Ну вот. Там не сказано, что точно, покаялся или он стремился к покаянию. Может быть. Ну вот я и говорю. Может быть. И я так же говорю. Я так же сказал. Вроде как покаялся. То есть я однозначно не отвечаю. А ты однозначно говорит, он не покаялся. А раз он жил через полосы, то нет ему покаяния. За гробом нет покаяния. При жизни человек может покаяться. И если только Духа Святого не похулило здесь, послал бы ему, сказал бы в ответ. Я просто слушала занятия на канале еще старые. И я не помню, чтобы Инатий Тихонов сказал, что он там покаялся. Наоборот. Что не было у него покаяния. Ну не было и не было. А мне хочется, чтобы было. Ибо Бог не желает смерти грешника, но желает, чтобы все покаялись. Мое желание греховное? Нет. А твое желание? Он не покаяться, гореть ему в аду. Вот это вот, думаю, греховное такое желание. Нет. Это не мое желание. Просто там утверждаю именно этот стих, как он раскалкован. Вы просто сказали, что он покаялся. Поэтому толкования нет такого. И поэтому я спасибо. Ну опять, я не сказал покаялся, а сказал вроде как покаялся. Имею ввиду 24 стих. Ладно, не будем на этом заоставить внимание. Молодец, что бдишь. Чего нет в Библии, о том мы не рассуждаем. Если не написано ни покаялся, ни не покаялся. Я так и говорю. Вроде как. А вы отвечаете, нет не покаялся. Ну кто из нас прав? Рассуди. Если это в преданиях зафиксировано и им верите, я просто их не читал, то тогда я не покаялся гореть ему, этому Симонову в аду. Еще толкование там есть. Дальнейшее подтверждает указание Петра на опасное нравственное состояние Симона. На призыв к очищению греха усиленную молитвой покаяния он отвечает лишь просьбой о том, чтобы апостолы сами помолились о нем. Именно о том лишь, чтобы ему не подвергнуться наказанию, которое беспокоило его более, чем очищение и исправление души. Где и писатель ничего не сообщает о дальнейшей судьбе Симона. Но история сохранила о нем сведения, как о злейшем враге христианства противодействовавшим апостолам, с которыми Петр еще раз встретился в Риме. Очевидно, он нашел себе ту гибель, которую предвещал ему на его опасном пути святой Петр. Вот еще толкование, это лопухин уже. У нас звук есть, у тебя что-то там колонки отошли. Вот это ты и слышала, да, молодец, поправила. Да, я склоняюсь к этому больше толкования, что вероятнее всего не покаялся. И, видишь, есть еще история, если в Библии не написано, но есть история, история церкви, жития святых там или что-то. Она сохранила о нем сведения, ну, я верю в них, значит не покаялся. Не зря же в честь его назван этот грех Симонии, если бы он покаялся, то и нелогично было бы, да, а здесь я тогда согласен с вами. Поднимаю руки, вы меня положили на лопатки, молодцы. Можно еще добавить? Да. Вот момент в Библии, где Моисей и фараон, Бог обращается к Моисею и говорит, ну, я так примерно скажу, что Моисей должен вывести народ израильский из Египта. И Бог ожесточает сердце фараона. И потом Моисей приходит к фараону и передает слова Бога. Сердце фараона ожесточается, как и сказал Бог. И потом Моисей говорит фараону, если ты выполнишь то-то, то-то, я помолюсь Богу. То есть Моисей сам помолится, и Бог, услышав его, оставит все эти невзгоды и болезни, которые он упускал. Мое предположение такое, ну, опять же, это только предположение, что Симон, наполнившись страхом Божиим, обратился к апостолам, так как апостолы стоят ближе всех к Богу. И Бог слышит их, и чтобы вот эта напасть, она, как бы, отошла от Него. Но я согласна с тем, что что в Библии не написано, о чем мир присуждается. И мне все. Ну да, то есть версия такая, что вы помолитесь, мы же тоже напрямую, нас сектанты в чем, а чего напрямую Христу не молитесь? Справедливый упрек, един посредник, что вы всяким Матронушка найдете? Так же и Химон Вов, что сам не молился? Так вот самому стыдно, вы ближе к Богу, вы помолитесь. Понимаете, почему мы сами ко Христу не молились? Ну, стыдно, потому что грешили. Поэтому посредник такой, ну, как-то ты ближе к Богу, Бог меня не услышит. Это и из самоуничижения. Вот. Но, там Моисей сам как бы себя посредником выдвигает. Ты мне скажи, я тогда помолюсь о тебе, потому что тебя тоже фараону, понятно, Бог не услышит. Он не говорит фараону, говорит, бросай все молись Богу. Понятно, что он фараон, но язычник чего он. Для того Бог его сердце ожесточал, чтобы иудейский народ славу Божию его увидел на фоне всего этого зверства. Мы же просим друг друга помолиться, но сами при этом не прекращаем молитву. Значит, что-то есть в этой пророку. Ну, мне вот это вот толкование ближе. То есть, все-таки я склонен с Феофилактом и с Натальей, что все-таки он не покаялся. Хотя, утверждать я не могу. А история нам показывает, что он дальше был, раз уж начал деньги, и Наталья правильно, кто из священников в грехе Симонии покаялся. Это такой вот затягивающий грех, что дар Божий за деньги, это близко как у Лена Духа Святого. То есть, ну как, даром получили, даром давайте. А тут за деньги. Помыслил он уже за это, и за этот помысел уже апостол Его обещает ему недоброе. Дело в том, что этот Симон уже имел умысел злой в сердце своем. А в Деянии апостолов еще был такой случай, когда была Наня и Самфира, когда Петр говорит, зачем ты допустил мысль влагать сатане. А у этого уже был лукавый умысел. Так у кого этих лукавых умыслов не было-то? Ну, однако же покаялись многие. Многие покорились вере, в том числе и священники. Я не защищаю, как бы, я даю место покаяния и место гневу Божию тоже даю. Поэтому тут Бог любит кающегося грешника. Раз Он его любит, хочется... И Он не желает, чтобы все погибли, понимаете? Еще раз повторяюсь. Идем дальше. Иакова 4 глава 5-6 стих. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание, да ревности любит дух, живущий в нас. Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Апостол как бы так говорит. «Я собственными словами убеждал вас пользоваться своей мудростью правильно и не осужденно, чтобы вы по гордости не злоупотребляли ею, не подделывали и не извращали истинного учения». Если же вы желаете наставления и отписания, то слушайте. «Господь гордым противится». Если он гордым противится, а мы противимся обыкновенно врагам, то без сомнения гордые должны быть причислены к врагам. Ибо Писание напрасно, без основания или по зависти не заповедует нам невозможного, но сильно желает, чтобы через его увещание вселилась в нас благодать. Поэтому, если вы покорны Писанию, то смиритесь перед Богом и получите благодать через возвышение от Него. Гордость есть надменная до крайности злоба, но отлично от самомнения. Гордость воздымается над подчиненными ей, а самомнение над тем, чего вовсе не существует. «Отличается и скромность от смирения». Скромность или смирение прямо противоположное гордости есть великое благо. «И так, как то и другое бывает у нас по нашему произволению, то всякий, возвышающий себя по гордости, осужден уже и уничижается от Господа. Тогда, как того, кто сам уничижил себя по скромности, он возвышает свое время, ибо самое упражнение в смирении возводит приобретшего оно на духовную высоту». Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. «Слова Феофилакта. Если вы покорны Писанию, то смиритесь перед Богом». «В Библии известно около 500 имен Божьих, и все они чудные, и сладостные, и выше всех имен Божьих, только Библия». «Псалом 137, 2. Ибо ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». «Слово Твое – это Библия, Библия выше всякого имени». «Если вы покорны Писанию, то смиритесь пред Богом». Отсюда легко заключить, что кто не покорен Писанию, тот не покорен и Богу, и не смиряется пред Ним, заповедовавшим нести святое благовестие всему миру. Марка 16, 15. «И сказал им, и дети по всему миру, и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто хочет только стоять в храме и не благовествовать миру о жертве Христовой, тот напрасно молится. «Молитвы Его Бог не услышит». Притча 28, 9. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Если вы покорны Писанию, то смиритесь пред Богом». Да. Вот оно и ложное учение. «Сидите и молчите». А Писание Евангелия говорит «идите и научите». И вот он монах сидит, он такой смиренный, а тот, который благовествует, в миссионерские поездки ездит, а еще и хвалится. «Ой, это гордец, он в прелести», как бы так со стороны мирского человека рассуждают. Так кто истинно смиренный? Тот, кто смирился перед Богом и пошел благовествовать? Или кто по гордости своей в монастырь залез и сидит, никуда не ходит? И молится якобы за весь мир, а вы мне приносите покушать. Я не против молитв за весь мир, я против того, что нужно Бога расслышать его призыв. И сказал им «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всем тварям». Расслышал ты этот призыв или нет? Смирился ты перед Богом или нет? Или ты гордец, а Бог гордым противится? Поэтому просим и не получаем. Потому что просим, может быть, не на добро, а на зло. Поэтому Бог и не слышит наши молитвы. Я сколько раз ощущал или замечал по себе, когда в воскресный день выходишь на проповедь, а раздаешь Евангелие. Даже ничего не говоришь, просто Евангелие описано. Человек сам прочитает, Дух Святой коснется через эти строки. Даже без моей проповеди я в это верю. Потому что некоторые там у короля раздавать-то каждый, как листовки каждый может. Потому что каждый может, почему каждый православный христианин этим не занимается, а только некоторые. Проповедовать надо там вот языком. А Игнатий Тихонович говорит, что мы выше апостолов. Те сказали, оно может быть в одно ухо влетело, в другое вылетело проповедь. Благовестие, благая весть. А здесь оно осталось вписанное, и человек может вернуться к нему. Там еще и визитка, да столько ресурсов на нашем сайте. Все растолковано, столько роликов снято, столько бесед. И мы просто к сокровищнице благ всяких духовных. И мы этим сокровищем делимся. Расслышав призыв, идите, проповедуйте Евангелие. Евангелие это благая весть. Благая весть, что Христос умер и воскрес. Жизнь, она не заканчивается смертью. За смертью жизнь продолжается. Есть и ад, и рай. Вопросы? Час прошел, можно уже вопросы задавать, не по писанию. Про Игнать Тихоновича знаете новость? Нет, не знаю. Не знаете. Поехал он в больницу сегодня глаз оперировать. И в самый последний момент отказался. То есть он накануне сдавал анализы, кровь, ну как это обычно, перед тем, как глаз оперировать. У него нагноение было в глазу. Я в четверг с ним встречался. И он говорит, ну я склонен, чтобы отказаться. Ну я уж ничего не стал его отговаривать. А почему? А потому что врач мусульманин. Такой не расположен. А Игнать Тихонович хотел все заснять на видео. Тот запретил. Игнать Тихонович насторожился. Вдруг, говорит, мне глаз кольнет, да и все. Посмеяюсь. А сегодня действительно, то есть он зашел и в самый последний момент выскочил из операционной и сбежал. Так вот мне передали. Виктор Андреевич как бы наставил, что там нужно дальше прочистить. И у него основное воспаление-то снялось по нашим молитвам, видимо. Может просто отдохнул от физической работы. Там и рыбалка, и холодно, и в наклонку часто работает. Ну и давно у него, честно говоря, этот глаз прогнаивался. И он и лечиться-то не хотел. И Надежда Васильевна и капли ему приносила. Там нужно было четыре раза в день. Да как капли? Да когда мне четыре раза в день? А он там как раз дороги делал, привозили песок. А песок сами знаете. Он вручную там разгружал как раз. Елена Гладощук в этот момент приезжала в гости. Блаженный, усталый, как много мы сегодня сделали. То есть он живет не для себя, а для Бога, для ближних. И на свое здоровье ему абсолютно, ну так не скажешь. Но вот он во всяком случае говорит, не гигиентись вы, не зря ума не. Таблетки он никогда не принимает. Вот такая еще в Потерявку приезжал Роспотребнадзор. Ну а не по-хорошему, говорит, вы удалите ролики, зачем вы, говорит, сетями ловите, это запрещено. Хотя, ну то кто-то нажаловался, кто-то позавидовал, или что-то там, не знаем кто, я не знаю кто нажаловался. Потому что я там в одной из главных ролей, если что, штрафовать-то будет меня, да Володю. Там я что-то читал, там вплоть даже до уголовной статьи браконьерства. Ну вот Игнать Тихонич собрался в Барнаву поехать в Роспотребнадзор. Я говорю, не езжайте, ну зачем, ну сидите здесь тихо. Зачем, нет, вот потом уж мне знакомый позвонил, общее наше имя. Игнать Тихонич, передай Сергею, что я был в Роспотребнадзоре. Они сказали, ну ничего страшного. А им же надо реагировать, то есть, если бы мы сделали его, вырыли себе пруд, ну ловите вы сетями, ну ловите, но зачем это в интернете выставлять. Потому что другой скажет, а что это потеряется, можно сетями ловить, а нам нельзя. И будет отчасти прав. Документов на этот пруд нету, если бы был он частный. Другое дело. Но посмотрели по картам там, то есть, эти пруды, где мы ловили, они в картах, которые защищают Роспотребнадзор, их там нету. Если бы они были, и оштрафовали бы за каждого карася 250 рублей. Вот такое, я слышал, 5000 штрафов. Вот порыбачили бы мы все, что наловили, все бы отдали государству. А у вас все посчитаны. Да, каждый раз. Ну я батюшке сегодня позвонил, батюшка-то сразу, как он с ними разговаривал, я папа Володе позвонил, мне батюшка позвонил, мне сразу говорит, сними и отдай мне больше. Володя поехал, все эти снял. А мне вчера удочку подарили спортивную, я ее еще не пробовал, там у меня занимается дрессировкой ротвеллера, он увлекается спортивной рыбалкой. Он говорит, я этой удочкой, в любом месте наловлю рыбу, там какая-то очень тонкая леска и правильно ее закидывать, он мне объяснил. А у меня давнишнее было, ну было желание, чтобы вот именно на удочку ловить-то, а не сетями-то. Потому что рыбы очень много и с неохотой-то брали-то, потому что много, и чистить же ее еще надо, это же рыба, это же не такой продукт своеобразный, скоро портящийся. Но вкусный, скажу я вам, сегодня жарил, как раз карасиков нами пойманы, вкусный, не костистый, серебристый, он серебристый, он костистый. Да, детей учить рыбачить, так что мы ведем на рыбалку, гальянчиков этих, ну какой там, вот как-то карпы были, вот там, да, там, вот это интересно. Ну, нам, чтобы карпа ловить очень много, ну, замороки нужно, он зиму не выживает, карась выживает, а по вкусу, так он не так, что карп, что карась, а ловить одинаково приятно и того и того. Вот, вот, на следующий год буду, значит, вот, осваивать спортивную рыбалку и учить детей на удочку ловить. Да, детям просто нравится, когда они поймают рыбку большую или маленькую, не имеет значения, они от этого, не имеют счастья такое, что они поймали рыбку сами. Да, да. Я помню в детстве, когда с осом мы ездили на рыбалку, у меня такая была радость, что я ловила рыбу, и отец мой ловил. Мы даже соревновались, а кто больше рыбы поймает. Вот, спрашивают, сегодня рыбу можно? Я вот в Барнауле, у меня мама как бы меня столует, и она когда рыбу нельзя, она говорить нельзя, потому что есть два устава. Вот, один какой-то монастырский, а другой не монастырский, у нас даже вот батюшка в этот день рыбу ест, а мы с Игнаем Тихоничем не едим. И вот кого слушать-то? Вот, я когда с Игнаем Тихоничем живу, я не ем, когда с мамой живу, и по ее уставу там рыбу разрешается, я ем, потому что оба эти уставы православные, но они противоречат друг другу, потому что один говорит какой-то монастырский, я говорю, мама, ну вот по нашему уставу рыбу нельзя сегодня. Ну так ты же не монах. Я говорю, как не монах? Я один живу, значит я монах, рыбу есть не буду. Она уже наготовила. Я говорю, для кого я готовила? Ну не знаю, для кого ты готовила. Найди какого-нибудь не монаха и угостей. Я говорю, так вот, шучу. Ну вот, закон. Как? Я не знаю. У нас уже сети запретили попродавать. Игнать Тихонич мне вот просил узнать, сколько сеть стоит. Я по магазинам обзвонил, говорит, нет, сеть запрещено продавать. Нет, в продаже нигде. Вот. Ну, водоемы, водоемы. Тут, понимаете, на кого нарвешься. Тут раз приезжал Роспотребнадзор, Игнать Тихонич, лагерь закрыл даже, они как бы, а суд он выиграл, смог бы и не закрывать. А тут карасей нет, уперся, нет, я ловил, ловлю, я миллион от этого вложил, я, значит, имею право, что хочу, то делаю. Вот. Так-то оно так, но государству не докажут, если этот водоем государственный, ты в него, ну, вложил, молодец, вложил. Завтра его какой-нибудь дядя купит у государства, и ничего ты не сделаешь. Будет сам сетями ловить, а тебе не даст. Ну, это такой рынок у нас. А то, что вот, если она промерзает, ну, вот карасей-то мы годовалых ловили, значит, он год выжил, зиму, поэтому, может быть, и не надо всех вылавливать, пусть он еще на один год подрастет. Да. Да. Так, ну, вопросы есть у вас? Еще. Значит, Игнать Тихонич в Барнауле, батюшка, говорит, запретил ему приезжать в Потеряевку. В общем, он в субботу-воскресенье будет, будет в Барнауле. Отдохнет как раз, может быть. Ура, да. Значит, и занятия, и ролики будут в тот же вечер. Игнать Тихонич их загрузит на YouTube, и мы посмотрим еще до утра. А вот насчет этого я не могу точно сказать. То ли он компьютер увез в Потеряевку, потому что там у него в Потеряевке есть интернет. Или у него два компьютера, вот это вот я не могу сказать. Наверное, у него сейчас нет интернета. Я слышал, что у него там еще оплата заканчивается. Надо ему, как бы ему не отрезали. Если бы мы взяли операцию на глаз, то ему нельзя было бы вообще смотреть в компьютер или в телевизор куда-нибудь. А почему? Мы бы заклеили его одним глазом, то можно. Нет. Если он расклеил, да, он все равно не разрешается. У меня же была тоже операция. Ну, если очень хочется, ну, заклей оперированный глаз, да, смотри. Глаза же два. На одном операцию сделали. Если ты одним смотришь, что на второй глаз тоже отдается, что ли? Если там будут делать с лазером, да, то не разрешается вообще. Даже когда и солнце, да, сильно светло, не разрешается выходить, где-то в течение сорока дней. Да, Ольга пишет, что на консервации интернет на лето у него. Да, он отключил интернет, сейчас я точно вспомнил. Отключил, так что не получится ролики. Отдать я отдам на обработку, а выставит Игнатий Тихович Пилов. Позднее замки снимет. Так что вот так вот. Так, ну, время у нас еще есть. Давайте еще. Иоакова 4 глава с 7 по 10 стихи. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизиться к вам. Очистите руки грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушайтесь, плачьте и рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Толкование. Двоедушными называет апостол тех, которые не хотят жить однообразно, но постоянно вводятся и увлекаются насилием людей, и не живут в доме Господнем единомысленно, ибо Бог вселяет единомысленный в дом. Псалом 67.7 и Ев 2.4. Бог одиноких вводит в дом, освобождает узников от оков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Почему-то здесь перевод одиноких, а там в смысле единомышленников. Хочется перевести Бог с одними мыслями вводит в дом, впереди-то толкователь нам здесь так и говорит. Я молюсь тоже, чтобы у нас было единомыслие, чтобы не было разномыслия в вопросах толкования, как сегодня. Я думаю, что покаялся Симон, а Наталья, нет, не покаялся. Вот и давай спорить минут 10. О чем спорить? Да это не спор, это утверждение. Святая коза тоже была. Дух святой исходит и от сына, и от отца. И они считают о чем-то спором каким-то. Да, но копья ломают на этом. А как это? Просто надо знать правильное толкование, а не придумывать там что-то. Так она вот в том-то и дело, когда Игнарь Тихонич тоже говорит, что вот на книгу откровений, толкования, вот сейчас я прочитаю, я вот все буду. А там семитолковые. Один так толкует, другой так. А где же истина-то? Понимаете? Поэтому, кто сказал, что в главном единство, вот о чем мы должны молиться, в главном? Во второстепенном, что? В основном любовь. Свобода. Во второстепенном свобода, да. То есть свобода. Я не отнимаю от тебя, Наталья Свобода. Хочешь верить, что Симон не покаялся? Верь. Разгустил, по-моему, да? Да. А во всем любовь. То есть моя любовь даже к этому Симону, к врагу Божьему, мне вот хочется, чтобы вот он в дальнейшем, когда ты перед смертью погас. Об этом моя любовь. Но и твоя тоже любовь, потому что если он враг Божий, ты должна сказать, что он враг Божий. И история это подтверждает. Раз он так помыслил, и все, которые сегодня последователи этого Симона, есть последователи Дофана Корея и Верона. И Библия нам сохранила эти истории. Для чего? Чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Вот. Если он, Дофан Корея и Верон, враги, и извращали, самозванцы захватили власть. Если Симон за деньги хотел, вот это дары духа, что сегодня в храмах в каждом делать, надо об этом открыто и говорить, да. Если был Содом, вы садомиты. Если вы торгуете, значит вы симониты. Но так же мы не говорим симониты. Просто называется грех Симония. В честь вот этого Симона. Ну а раз вот так вот дошло до нашей видней, значит, я более склоняюсь к той версии, что все-таки он не покаялся. Потому что если бы он покаялся, еще раз повторяюсь, то в честь кого-нибудь другого бы назвали бы этот грех. Дар Божий за деньги. Вот. А то, что вот он просит помолиться, да, это я вот упустил. Потому что некоторые просят помолиться, ну, ради приличия или там что-что, вот испугался, чтобы не было наказания. Ну а вот смотрите, то есть, что такое покаяние? Покаяние это когда человек перестает думать так, как думал раньше. и думать совершенно по-другому. То есть, он подумал, что дар Божий можно купить за деньги. Перестал он так думать, но нет этого в Библии не написано. Продолжал так думать, то есть, исполнил он и желчью. Ну, опять, все вокруг да около. Да это особо на спасение не влияет. Нам для чего нужно это знать? Нам надо знать, что в храме не нужно ни продавать, не покупать. Вот, что нам нужно. А мы покупаем в большинстве своем в храме. Потому что, ну, мы же не торгуем, мы просто покупаем. Так как Господь выгодал и продающих, и покупающих. А покупающие-то при чем? Казалось бы, да? Они же дар Божий за деньги не... Они участвуют в этом. Дом мой, домом молитвы наречется, а вы сделали овертепом разбойников. При чем тут разбойники? Потому что вот за деньги нельзя этого делать. А покупающим это удобно, то, что базар рядом с кормом находится. Не надо никуда далеко не ходить, не выходить, не таскать с собой. И это изо дня в день, представь, происходит. Да. А дары можно носить в церковь? Какие дары? Продукты поминальные. Муку, масло, стекло. А что такое поминальные продукты? Специальная корзина церкви. Ты мне принесешь продукты, а я за это буду тебе поминать твоих родственников. Так, да? Как бы... Такое предложение у них коммерческое. То есть нельзя, да? То есть, ну... Ну, сорокалуз заказывают. То есть, вы платите деньги, а мы сорок раз будем поминать, и что-то там вот... как-то вот его, может быть, из ада вытащим. Поминальные, я считаю, нельзя. Вот то, что вот даже молитва по соглашению, что священник, отец Иголовин делал, тоже считаю нельзя. Игнат Тихонич тоже считает, что нельзя. Ну, как так? Апостол Павел говорит, ученикам своим, помолитесь за меня Господу. Они говорят, дай нам денег, тогда помолимся. И где этого в Библии нет даже мыслить, а здесь даже и нужды нету. Хочешь молиться, плати деньги. Хочешь, чтобы я за тебя помолился, плати деньги. Так это вот и есть самая настоящая симония. А что сам не молишься? Так ты вот это вот и есть симонистка, так скажем. Тебе проще попу дать вот яблочек, продукты, муки, маслица. Пусть он молится, ему заняться нечем. А я что? Я не буду молиться. А зачем? А зачем мне молиться? Поминальная. Ну, ты веришь, что, допустим, твой родственник, мне хочется. Вот у меня отец умер, он во Христа не верил, в церковь не ходил. Но у меня мама просит на могилу съездить, я еду там, убираюсь. Как бы это вот. Но у меня веры нет, что он в раю. Хотя... Я не прошу там никого поминать, не, 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 не... Ну, как, ну... Ну, как, ну... Не знаю. Я смирился, что... Да, я молюсь там, Господи, облегчил его страдания. Я любил отца, как вот он в жизни дал. Но он не верующий. Верующий сын, Божий имеет жизнь вечную, неверующий не увидит жизни. Но маленькая надежда есть, почему я как бы вот еще участвую, что там крест поставил. Он перед смертью просил, чтобы мама молилась. И когда она молилась, ему становилось легче. Верующий он или нет? Может, он просто... Ну, вот, боли у него были из-за боли человек. Как говорится, беда на порога, мы до Бога. Что им двигало? Вера во Христа или просто он хотел избавиться от боли? Любой, как бы, моменты тяжелые обращаются. За день, за два дня до смерти отец бросил курить, а за день подобрал. С такой болезнью рак и бросил, и тут же опять закурил. Ну, как? Как? Что, я не знаю. Было ли, пока я не был? Так что, вот эта вот молитва за родственников, поминальная, я не приемлю это. Дать кому-то деньги, что он за это деньги обещает тебе, что он по молитве грешника и из ада вытащит. Да где же это вы такое? Кто же вам такой выдумал? Ложь, все это обман. Каждый получит соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. И мы же поминаем даже молитву за усопшую, говорим, обечею. За некрещеных молимся мы или нет? Я говорю о некрещеных и неверующих родственников. За этого в основном кто тоже как бы иногда священники даже не спрашивают крещеных, ну и большинство спрашивают крещеных, некрещеных, но они не спрашивают верующие, неверующие, то вот в чем беда-то. У нас крещеных то пруд пруде, а верующих нету никого. Он живет в грехах. А возмездие за грех смерти Сергей, можно сказать? Да, конечно. Там, когда мы молимся о вечернем правиле, там же мы говорим о покое раба Божьего со всеми святыми в молитве. Откуда вы знаете, он раб Божий или не раб Божий? А вы о нем молитесь. У вас просто это как у обычных православных. У вас есть надежда, что Бог его простил? Или то, что он там какие-то делал добрые дела по жизни, то есть за это ему Бог умеет. Начало дела это верование в Иисуса Христа, а потом уже все. Вот у меня мама тоже православная ходит, причащается, исповедуется, но истина по Евангелию веровать во Христа никак не хочет принять. Хотя Евангелие дома есть и беседует мне все равно у тебя нет никак. Вот это обрядоверие веры у нее это вера. Так получилось с детства. Вот и моя баба ничего я не могу сделать. Даже вот этот я недавно задумывался раскол на старообрядцев и новообрядцев. Из-за чего бились-то? Из-за обряда. То есть вера-то в обряды были, а не во Христа. А в нашей общине вот Бог так сделал, что мы веруем, что равноспасительно двоеперстия и троеперстия, а в те-то времена-то насмерть бились. Два пальца, три пальца, какая разница? Смысл-то один и тот же. Два перста, два истиства. А они так показывают два истиства. А мы так, вот этими двумя пальцами показываем два истиства. Мы троицу так показываем, а они этими пальцами троицу показывают. Пальцы поменял, смысл-то не изменился. От перестановки слагаемых сумм не меняется в школе же учили. А вот, вот как пальцы сложили, там начинают там это щипоть, а те говорят, а это сигаретка, там два, пишут, чушь всякая. Вот оно и есть, это обрядоверие, потому что слово Божье не коснулось сердца. Не коснулось. А обряды коснулись, я не понимаю. А почему? Потому что так легко. что-то там вот сделал, кому-то что-то там и все само собой. Никаких усилий над собой делать не нужно. А слово Божье, оно как раз требует от нас усилий. Царство Божье усилием берется и употребляющее усилие восхищает ее его. Многие бегут на аресталище, но один получает награду. И так бегите, чтобы получить. То есть нужно трудиться. Вера без дел мертва. А вот это обрядоверие, оно вот это вот и есть. Вера без дел. Мертвая вера. Бабушкина вера. Споведуйтесь, причащайтесь, неленностно посещайте храм. Все. Недостаточно этого. Сие должно делать и того не оставлять. Христово учение не нужно делать. Благовествовать. Души искать. Любить ближних. Не зря же притча о Самаринине. Только Самаринин подошел, возлил на него еле вино и отвел его в гостиницу. А гостиница это церковь. То есть он не прошел мимо падшей души. А священник прошел, левит прошел. Есть еще вопросы? Так. В Киев 2.4 еще предлагается, что вот именно об единомыслии. Ее в 2.4. Сейчас откроем. И отвечался-то на Господу и сказал, кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Ну вот это вот двоедушные люди такие, которые вот... Аев не был двоедушным. То есть у него Господь отнял здоровье, он все равно славил Бога. То есть смертная волисть, у него проказа нет. 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 Ну вот напоследок я вот хочу вам зачитать еще Прислал батюшка, не могу не поделиться Ну сразу сказать, что не мне батюшка прислал, а вообще это пересланное сообщение по ватсапу Мне оно очень понравилось, я сейчас с вами поделюсь, может кто не слышал Прочтите это Особенное Если вы очень заняты Созвал сатана всемирный съезд бесов В своей съездной речи он сказал Мы не можем запретить христианам ходить в церковь Мы не можем запретить им читать Библию Действительно, мы ходим в церковь, читаем Библию Мы не можем запретить им общаться в молитве с Богом Молимся Бесы не могут нам ничего сделать Как только они устанавливают связь со Христом, мы тут же лишаемся власти над ними Это он бесы так, сатана бесам так рассуждает Так пусть они ходят в свои церкви Но мы украдем у них время Так что они будут всегда занятыми Не смогут молиться и каяться в грехах И развивать свои отношения со Христом Вот что вы должны сделать, сказал дьявол Дьявол своим слугам дает указания Вы должны помешать войти им в общение с Богом И поддерживать эту связь в течение дня Как нам это сделать, закричали демоны Займите их пустяками Придумайте много способов, чтобы занять их умы всякими ненужными делами А главное, внушите им стремление к материальным благам и обогащению Пусть они проникнутся желанием зарабатыванием как можно большего количества денег И покупают себе машины, квартиры, дачи Пусть зарабатывают все больше и больше денег Чтобы ходить в рестораны, кафе Чтобы покупать дорогую модную одежду Делать дорогой ремонт в квартирах И обставлять их модной мебелью Искушайте их тратить, тратить И брать, брать в долг, брать многолетние кредиты И таким образом попадать в кабалу банков А когда они загорятся желанием личного обогащения Погони за деньгами, им уже будет не нужен Христос Убедите их жен задерживаться на работе А мужей работать 6-7 дней в неделю по 10-12 часов в день Чтобы им некогда было заниматься своими семьями и воспитанием своих детей Не давайте им проводить время с детьми Чтобы дети их шлялись с утра и до ночи На улице и дружили с дурными компаниями Когда они перестанут учиться И из них ничего доброго не получится Тогда их семьи развалятся И они станут одинокими А мы им от горя поможем спиться Стимулируйте сверхмеры их умы так Чтобы телевизоры и компьютеры в их домах работали постоянно И они как можно больше времени проводили у телевизора и компьютера И им некогда будет молиться Следите, чтобы в каждом магазине и ресторане мира Постоянно звучала нехристианская музыка Это заблокирует их разум И разрушит их единство со Христом Разложите на столах в кафе множество журналов и газет Бомбондируйте их разумными новостями и рекламой 24 часа в сутки Пусть по пути им бросаются в глаза море рекламных счетов Наполните их почтовые ящики рекламой Каталогами для заказа товаров по почте Информационными бюллетенями И предложениями бесплатных товаров, услуг и ложных надежд Показывайте в журналах и по телевизору тощих хорошеньких моделей Так, чтобы их мужья поверили, что внешняя красота это самое главное И стали бы недовольны своими женами Сделайте так, чтобы их жены были слишком усталыми, чтобы любить своих мужей Если они не дадут своим мужьям любовь, в которой они нуждаются Мужья начнут искать ее в других местах Это быстро разрушит их семьи В Рождество и Пасху отвлекайте их праздничной суетой, концертами, по телевидению и пьяными застольями Чтобы они не учили своих детей истинному значению Рождества и Пасхи Пусть даже с отпуска они вернутся уставшими Сделайте так, чтобы они были всегда заняты Чтобы поехать на природу и полюбоваться Божьим творением Вместо этого отправьте их в парки развлечений На спортивные мероприятия, игры, концерты и в кино И пусть все христиане будут вечно заняты Заняты, заняты Наводните их жизни таким количеством хороших дел Чтобы у них не было времени искать силы у Иисуса Сколько они будут жить и работать, полагаясь только на себя Скоро они будут жить и работать, полагаясь только на себя Жертвуя своим здоровьем и семьями ради своих дел и денег Это сработает Это был отличный план Бесы с радостью отправились на задание Заставляя христиан повсюду быть все более занятыми И спешить туда и сюда Оставляя все меньше времени для Бога Для молитвы и своих семей Вопрос в том Удался ли дьявол и его замысел Вам судить Передайте эту информацию другим Или вы тоже слишком для этого заняты Только лишь 7% перешлют это послание дальше Будь же среди них И отошли это послание как можно большему количеству людей И не будь среди тех 93% Которые не перешлют это послание дальше Это займет 60 секунд Принеси пользу тем, кого вы любите Предупреждайте, не откладывайте на потом Сделайте это сейчас Вот в WhatsApp было такое вот у нас в молитвенной поддержке Это сообщение Вот и администратор тут же Надя Дмуха написала Сестры, дорогие, родные, рассказы, ролики, красивые открытки, душевные песни И так далее Делитесь в личных сообщениях Эта группа не для этого Прощай Я хочу много сказать Мне тоже вконтакте в Одноклассниках присылали подобные сообщения Присылите там Только раньше были не с православной темой А сейчас с православной темой Все это я смотрю как на какой-то заработок Тот, кто этот придумал Чем больше отсылается Тем он больше имеет доход Чем докажешь? Ну, чем доказать? Надо найти источник Кто это все написал и придумал Переслать, переслать, переслать То, что ты отсылаешь, ты не просили деньги Если они у тебя на счету Если нет интернета А ты просто пополняешь на карточку счет Вот у нас здесь есть люди У которых есть номера И они платят деньгами просто За то, что они отсылают сообщения За это они теряют деньги с счета А если я дома сижу в интернете И у меня есть интернет Я за месяц получу То я от этого ничего не теряю Но все равно я заплатила за интернет деньги Нет, ну сообщения в интернете И оно не в смсках Оно бесплатное Или что, за каждое сообщение в интернете Деньги, что весьма я такой раз Такое слышал Хотя, может, и есть такое Ну где оно бесплатное? Вы же за интернет платите? За то, что у вас есть ватсап Вы же платите деньги? За пересылку сообщения я ничего не плачу Ну потому что вы заплатили Чтобы у вас был ватсап Понимаете? А есть люди, которые платят Допустим, каждый день они покупают Там себе карточку Чтобы у них было на неделю интернет И за то, что они отсылают Они от этого теряют деньги И когда им надо будет позвонить На оплатный звонок Они не смогут позвонить Раскрутка групп Сергей Евтушенко пишет А ватсапе это не имеет смысла Выгода какая? Никакой выгоды Как она может быть ватсапе выгода? Я что-то не согласен Ну а почему они Вот эти, кто присылает У вас на ватсапе Через интернет Они не благоествуют? Почему на их сайтах На интернетных Ну нет благоествования Там посвящено описанию Зайди в одноклассники Любого из ваших групп Или в контакте И посмотри Кто что имеет И кто Кто что вообще там рекламирует Там если у кого-то найдешь По слову Божьему Туда, слава Богу Та же Данят Муха Или Надят Муха Согласна Потому что нет живого слова А просто они скопировали этот текст И переписывают Друг другу Ну текст-то хороший Или плохой? Ну почитать Великий инквизит Получительный Ну так вот с этого и надо начинать Мы знаем из священного писания Что Садона Он 24 часа в сутки Ходит как рыкаешь Да и люди забывают Пусть от того Что им нужно платить Ипотеку, налоги И нужно зарабатывать деньги Чтобы прокормить семью и детей Все мы это знаем И без этого сообщения Человек имеющий Вот эти вот Житейские дела Вот как живые потерять И работали, работали Да, слава Бога Сколько раз Один раз в неделю было Занятие Или сколько То есть один раз в неделю Не хватает Мне лично не хватает Я хочу каждый день заниматься Я хочу больше Больше знать Бога Помолимся Достойно есть я кого истину Блажит дитя Богородицу Пресноблаженную и пренепорочную И матерь Бога нашего Честнейшую Херувим И славнейшую без сравнения Серафим Без истления Богослова Родшую Сущую Богородицу Тя величаем Наташа Чтобы Люди видели Чтобы Нас Отопросился Христос И желали Познать Тебя Знать Слово Твою Болю Твою истину Для чего Ты даровал людям Жив Для чего Они живут Господи Чтобы Все Искали Тебя Благодарю Господи Обратите Барнаслей Тимофе Ха Господи Обрати Чтобы Они познали Истину Благодарю За то Что Есть Интернет За то Что Можем Заниматься По Священному Писанию За то Что У нас Нашлось Время Собраться Вместе Единодушно Услышать Слово Божье Благодарю Тебя За Полкование Священного Писания За Игрейский Народ И Мужественный Народ Который Сохранил Слово Божье Не Побоялся Среди Язычников Среди Одних Гонений И Пленений Самое Страшное Это Когда Народ Идет В плен Это Самое Ужасное Когда Дети Когда Дети И Жены Над Ним Нагругаются И На Племенники Дару Господи Рождение Церкви Всей Вселенной Чтобы Служители Слова Твоего Священники Прооповедовали Как Должно Слово Твое Чтобы Ничего Не Убавляли И Не Прибавляли Детей Божьих Болящих Уничиж Жену Ко Ниму Христиан Посети Духом Твоим Святым Путешествующих Сохрани Тебе За Все Хвала Слава Чести Поклонения Отец Сын И Дух Свят И Снег Во Веки Веков Аминь Господи Расхвати Нас Миром Чтобы Мир Твоих Христов Который Ты Доровал Нам Остался В нас И Чтобы Эти Миры Мы Поделились Другими Жаждущими Тебя Познать Аминь 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 Паси Христос Аминь Паси Христос Паси Христос Паси Христос Аминь